Жизнь современного человека – это большой круговорот событий. Мы постоянно находимся в движении. Решения насущных рабочих вопросов, бытовых проблем требуют от нас постоянного внимания. Чтение, просмотр телевизора, работа на компьютере – все эти виды деятельности сопряжены с большой нагрузкой на глаза. Как следствие, потребность в качественной офтальмологической помощи растет. Именно поэтому многие брещане уже давно ожидают появления в городе над Бугом нового современного центра, такого как новое зрение. У меня у самой проблемы у ребенка со зрением. Как бы очень часто обращаемся. Постоянные эти очереди, конечно, надо. Вот эти всякие глазные болезни, они молодеют. Не стареют, а молодеют. Вот молодые люди, плохо видят ногу в очках, в линзах. Конечно, надо. У нас, допустим, в обществе 300 человек. Это официально зарегистрированных, невидящих. А сколько детей, сколько это, их надо проверять. Обязательно. Вот у меня свекровь, допустим, у нее глаза больные, катаракта у нее. Ну, тоже тяжело ей очень попасть к врачу и получить такую хорошую консультацию. Проблемы со зрением в основном у детей и подростков. Все от того, что у нас много сидят за компьютером, работают с техникой. Должно как-то что-то меняться. Менять экраны, дисплеи, мониторы, развиваться в этом плане. И работа с этим вместе тоже связана с компьютеризацией, работа на компьютере, бухгалтера, экономисты, большинство людей. Поэтому эта нагрузка все-таки на глаза идет. Конечно, это надо, чтобы смотрели, сохраняли зрение, обращались к врачам, если какие-то проблемы образуются. Разместится новый медицинский центр «Новое зрение» в одном из красивейших зданий старого города на улице советских пограничников 34. В последние годы предшествовавшей реконструкции здесь находился архив. При разработке концепции реставрации акцент в первую очередь был сделан на сохранение историко-культурной составляющей здания, возраст которого чуть больше 100 лет. Воссоздано все в буквальном смысле до мелочей, начиная с находившейся здесь когда-то гостиницы «Виктория». Оно было соединено с гостиницей «Виктория», которая ближе Машерова на сегодняшний день. Гостиница «Виктория» была, к сожалению, взорвана в 1915 году, когда уходили русские войска из Брест-Литовска. Тогда Брест-Литовск у нас был. Теперь это замкнутое пространство типа каре, а сверху над холлом в два этажа устроена прозрачная стеклянная крыша. Здание представительства клиники в Бресте станет крупнейшим в стране. На территории площадью порядка 2000 квадратных метров разместятся просторные кабинеты с суперсовременным медицинским оборудованием, уютные холлы. Все продумано до мелочей, чтобы обеспечить будущим пациентам максимальный комфорт. Вы видите, какой прекрасный здесь вид. До этого, значит, здесь был, когда было старое здание, находился внутренний дворик. Сейчас второй этаж у нас практически уже готов на 95%. Мы находимся в холле второго этажа. Перед вами, значит, здесь вот и сбоку, с одной и с другой стороны, это будущие кабинеты медицинские. Центр «Новое зрение» в Бресте – это очередной шаг в развитии современной медицины. Клиника должна стать жемчужиной офтальмологии в Беларуси. По многим качественным характеристикам она станет полноправным конкурентом подобным центрам в Польше, Литве, Украине. Согласно плану, работы на новом объекте должны завершиться к концу ноября. Это значит, что своих первых пациентов Брестский центр сможет принять уже в декабре.